МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каркасон. Грёзы одной крепости. КОНЕЦ Из тьмы времён выплывают истории. То, что мы открываем, становится настоящим. Мёртвые вечны, как и я. Меня называли Дамой Каркас. Это место, как повествует легенда, получило своё название от меня – Каркасон. Каркасон был крепостью. И эта крепость со временем стала почти неприступной. Каркасон означает «каркас звенит». О чём говорит этот звон, почему я звенела, расскажу позже. Наберитесь терпения. Здесь надо терпеть. Терпение всегда было важнее всего терпения и время. Как для осаждённых, так и для осаждавших. Лишь терпение ведёт к цели. Каркасон. Всего-навсего невысокий холм в долине Ода, но стратегически очень важный. Здесь, на юге Франции, издревле пересекались пути купцов, воинов и пилигримов. Поэтому неудивительно, что уже в VI веке до н.э. холм был заселён. Сначала иберийскими кельтами, потом римлянами. Как раз совсем недавно открыли римский мозаичный пол. Когда здесь обитали римляне, местность уже называлась Каркасо, что опять-таки доказывает, насколько прозорливы они были. За сотни лет до моего рождения дать селению моё имя. Они превратили холм в укреплённый замок. До нынешних дней сохранились части и ластяны. После римлян пришли вестготы, а в восьмом веке – арабы. Вот тут-то, наконец, и появилась я. Я была дочерью сарацинского князя. Когда я жила здесь, так утверждает легенда, нас осадил Карл Великий. Пять долгих лет он со своим войском стоял в долине. Преодолеть стен они не могли, но мы исчерпали весь свой провиант. Наконец, осталась одна, последняя свинья и мешок зерна. Я приказала начинить свинью зерном и собственноручно перебросила её через стену, прямо к ногам Карла. Лопнувшая свинья убедила императора в том, что наши нескончаемые запасы делают бессмысленной дальнейшую осаду. Сегодня крепость Каркасон осаждают иные толпы. Им она сдалась без борьбы. А ведь в девятнадцатом веке казалось, что крепости пришёл конец. Из камней, обвалившихся стен, по всей окрестности строились дома. Ныне Каркасон со своими узкими улочками – живой образец средневековой крепости. Эти захватчики приходят с мирными намерениями, а если и хотят что-то взять, то платят за это. Таким врагам мы, возможно, даже самолично открыли бы ворота. КОНЕЦ Зачастую здесь умирали. И многие. В стенах крепости и перед ними. Ведь мы не просто сидели и ждали, когда неприятель отступит. Мы защищались. Отстреливались. И поливали нападавших смолой. Приходилось всегда быть начеку. Суровой становилась жизнь в крепости во время осады. Иногда я желала себе оказаться на другой стороне. Среди неприятелей, нападавших. У них перед глазами была цель. С другой стороны, сколько бы раз не устремлялись они на штурм с мужеством отчаянных, их надежды разбивались в дребезги, а не преступные стены. КОНЕЦ Еще труднее жилось в крепости, когда никто не осаждал ее, никто не нападал. Тогда оставалось только ждать, ждать и надеяться. Наконец, бесплодного ожидания. Ждать и смотреть вдаль. Не привлечем ли мы вновь какого-нибудь врага? Ибо крепость без врагов всего лишь ненужная груда камней. Она вновь и вновь должна доказывать, что заслуживает осады. Иначе никто не захочет ее завоевывать. В 13 веке обветшавшие городские стены обнесли второй внешней стеной. Теперь тот, кто хотел захватить Каркасон, должен был разгрызть вдвойне крепкий орешек. Между двумя стенами многие приходили в отчаяние. С огромным трудом, преодолев одно препятствие, они думали, что достигли цели. А вместо этого оказывались перед новым, еще более сложным. ПОДПИСМЕНТЫ То, что тщетно пытался сделать Карл Великий, удалось Пепину Короткому. В 759 году он отвоевал Каркасон для христиан. С тех пор здесь управляли франки. В 12 веке граф Тренковель построил на самом высоком месте укрепленного холма замок. КОНЕЦ Замок был крепостью в крепости. Отделенный от города рвом, он служил последним убежищем в случае опасности. Но и здесь, в самом надежном месте Каркасона, следовало всегда оставаться на чеку. Очень долгое время. Всегда выставлять дозор. Врагов было достаточно, то и дело появлялись новые. Каждый рыцарь знал, что покой и мир он обретет лишь в могиле. Замок графа Тренковеля теперь стал музеем. Среди изображений героических битв с саррацинами граф некогда принимал своих гостей. Распятие сюда принесли из соседнего поселка. Время все сглаживает. И стены, и тщеславие. Каркас сон. Каркас звенит. Помните? Я якобы звала Карла Великого назад. Говорят, когда он, обманутый моей хитростью, отступил, я побежала за ним. Я скорее отрубила бы себе ноги и руки. Я предпочла бы уйти в монастырь. Но, скорее всего, это просто легенда. Базилики Сен-Назер в мое время еще не было. Ее начали строить в одиннадцатом столетии. Романский неф в церкви великолепно гармонировал с пристроенным позже поперечным нефом и готическими хорами. Так говорят знатоки. Сен-Назер в мое время еще нефом и готические хорами. Сен-Назер в мое время еще нефом и готические хорами. Ясно одно. Христиане резали друг друга где только можно. Им подходил любой предлог. Маленькое отступление от веры и огромные армии уже шли в бой. Поскольку Транковель сочувствовал учению катаров, Каркасон в 1209 году был осажден крестоносцами и захвачен. Благодаря обману и предательству. Защитники истинной веры пленили Транковеля, когда он без надежной охраны вышел к ним для переговоров. Оставшись без своего вождя, город сдался. Конец истории. Почти. Но истории никогда не кончаются, пока хоть кто-нибудь помнит их. КОНЕЦ Печаль и страдания, Поражение и победа, Взлеты и падения, Жизнь, любовь и смерть. В конце концов, все истории растворяются во тьме времен. Режиссер Йозеф Беккер. Оператор Рюдигер Корц. Фильм озвучен фирмой СВДубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен фирмой СВДубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен фирмой СВДУ KaiserArхова. Фильм озвучен Ф 1 неизвук-фирмой СВДУ. Фильм збabsен фирмом Фильмози специалистичный камер, Эфирпелирокки по 작товой леон, комплектерных школах СВДУ проект СВДБ. Продолжение следует...